С первого класса детей учат быть ответственными участниками дорожного движения. Регулярно так называемые школьные полицейские посещают муниципальные и частные школы города и рассказывают детям основы основ. С первого класса и по четвертый обовязковыми есть занятия по правилам дорожного движения, для того, чтобы дети знали, не только, чтобы переходить на зеленый кольор светлофора, но еще и много нюансов, которые могут выникнуть под часть этого процесса. Мы с ними это обговорим, моделируем ситуации. Сегодня у нас было занятие направлено на безопасность под переходом через дорогу в темную пору дня. Как и полагается, в начале урока необходимо повторить уже пройденный материал. Школьники в этом возрасте должны знать основные правила. На какой свет и как правильно переходить дорогу, и какие машины следует пропускать, несмотря на зеленый сигнал светофора. Едемо на велосипеде или на самокате, и нам нужно перейти на другой стороне дороги. Что мы делаем со своим личным транспортом? Слезаем. Слезаем, так. И далее переходим через дорогу. Самокат надо перекатывать, а не проезжать. С наступлением осени и как следствие ранней темноты на улицах, жизненно необходимо иметь на верхней одежде или на портфеле светоотражающие предметы. В нашем случае ученики 62-го школы будут мастерить брелоки на рюкзак. Но сначала теория. В темную пору доби, когда вы будете переходить через дорогу, светлофар будет попадать на эти брелочки и будет отображаться. И вас будет видно за великой отстань. И водитель увидит, что вы переходите через дорогу. Для каждого есть личные транспорции, и мы должны их вырезать. Вырезать ножничками, так. Регулярные уроки для школьников дают свои результаты. Так, по словам спикера патрульной полиции, по сравнению с прошлым годом фиксируется уменьшение аварийности с участием детей. И это при том, что в прошлом году был жесткий карантин, и правоохранители сообщали о снижении общего количества аварий в городе. Патрульная также отмечает, в большинстве случаев дети попадают в ДТП именно в качестве пассажиров и из-за пренебрежения родителями правил дорожной безопасности. Детки хвастаются изделиями и сразу крепят их на рюкзак, а также делятся своими эмоциями от урока, подтверждая получение новых полезных знаний. Мы сегодня делали подделки из вот таких вот стук. И это нужно для того, чтобы машина тебя заметила и пообустила тебя путь. Вырезали звезды. А зачем? Чтобы ночью все видели. Мы сегодня вырезали, включили пешеходную дорогу, чтобы видели у тебя машины. Впрочем, школьные полицейские проводят интерактивные уроки не только для самых маленьких, но и для ребят постарше. Так, актуальной темой для учеников 5-9 классов остается буллинг и интернет-безопасность. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.